МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА Нажата в эфире ОНТ. Утренний выпуск криминальных новостей. В студии Марина Мороза. Здравствуйте. От смертельного ремонта до любопытства, которое чуть к трагедии не привело. Многодетного отца в Горецком районе придавил автомобиль во время ремонта. Переднюю часть машины он поднял домкратом. В качестве страховки использовал деревянные колоды. Но автомобиль соскочил и зажал хозяина. Мужчина погиб. В жлобине молодой человек выкопал в лесу 10 орудийных снарядов. Вместе с отцом попытался при помощи газовой горелки извлечь взрывчатое вещество из корпусов. Под действием температуры снаряды взорвались. 27-летний сын погиб на месте. Его отец в реанимации. Хватило и лужи местному жителю поселка Октябрьский. Соседка обнаружила тело мужчины в канаве. Глубина воды в которой не превышала 40 сантиметров. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. И в Каменецком районе 10-летний мальчик упал под работающим мотокультиватор. Сидя на топливном баке, ребенок потерял равновесие и попал под движущиеся острые фрезы. Жив с тяжелыми травмами, школьника увезли в больницу. К другим новостям. В столице задержан педофил. Жертва 14-летняя школьница. С девочкой молодой человек познакомился в соцсети. Полгода интимной переписки с пересылкой порноматериалов. Совратил школьницу у нее же дома. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие жертвы фигуранта. Уважаемые родители, интересуйтесь, где, как и с кем ваш ребенок проводит досуг. Обращайте внимание на его увлечения и групп общения. Особенно в сети интернет. При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка незамедлительно сообщайте об этом в милицию. Когда привычные методы в масштабах перестают работать, они возвращаются к давно забытым. Аферисты снова на связи. Не стыда, а не совести. Вся аккаунт женщины в одной из соцсетей взломают мошенники. Всем подписчикам разошлют страшную новость, мол, ее дочь сбила машина. Состояние критическое. Срочно нужны деньги. Для убедительности злоумышленники разместили поддельную фотографию выписки из медицинского учреждения с указанием диагноза ребенка. Там же был указан номер счета для перевода денег. И еще один развод по-крупному. В этот раз на желающих купить машину. Продавец размещал автообъявление и выманивал задаток. Его предложения были выгодными для покупателей. А фотографии были просто скачаны из интернета. Получал аванс и исчезал с радаров 41-летний беларус, проживающий за границей. В настоящее время установлена причастность лжепродавца к десяткам фактов мошенничества в отношении жителей Беларуси. Точный ущерб еще подсчитывается. Никуда не исчезли кредитные мошенники. Только за прошлый месяц 11 минчан перевели аферистам суммарно 190 тысяч рублей. Всем потерпевшим звонили лжемилиционеры и такие же фальшивые банкиры. По всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит или принять участие в спецоперации по поимке бошейников. Скупой платит штраф за сокрытый груз, как правило. Вызовет подозрение у доможенников польский перевозчик в Козловичах по документам ввез ткани, не указав, правда, 270 рулонов площадью больше 16 тысяч квадратных метров. Штраф 21 тысяча рублей. До 30% от реальной стоимости товара придется заплатить и казахскому перевозчику. Через Григоровщину пытался ввезти машины стоимостью 100 тысяч рублей, но реальная цена под 200. Они могли стать первыми парнями на деревне, а станут уголовниками. До 15 лет тюрьмы грозит приятелям-закладчикам. При них и в тайниках, расположенных на территории Витебска, оперативники обнаружат мифедрон. Обоим по 18 оба успели поработать на интернет-магазин по продаже наркотиков всего пару недель. Сельчане задержаны. Проверяется их причастность к другим фактам сбыта наркотиков. И сегодня уголовный розыск Беларуси отмечает торжественные 105 лет со дня образования. Громкие преступления, честные расследования, оперативные стратегии. Чаще, по горячим следам, иногда годами, но они всегда находят тех, кто однажды решит приступить к закону. Команда тревожной кнопки присоединяется к поздравлениям. И это все на сегодня. Но уже завтра в еженедельном итоговом выпуске криминальных новостей мы обязательно продолжим. Пятница, 17.30. Не пропустите и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин